Почти каждый десятый мужчина на Земле – дальтоник. То есть человек, не различающий некоторые цвета. У женщин почти не встречается дальтонизм, хотя передается он именно по женской линии. Эта особенность зрения получила название в честь Джона Дальтона, который узнал о своем дальтонизме только в 26 лет. Он первым обнаружил, что некоторые люди лишены возможности различать определенные цвета. В 1794 году Джон Дальтон описал присущий ему самому дефект зрения – неспособность различать красный и зеленый цвета. По имени первооткрывателя этот недостаток и получил название дальтонизм. Однако особой сенсации открытие не вызвало. Оно было воспринято скорее как некий курьез, приводящий к мелким бытовым неудобствам, вроде невозможности собирать красную землянику в зеленой траве. Глаз человека имеет сетчатку с фоторецепторами, в которых находятся специальные пигменты трех типов, проявляющие чувствительность и реагирующие на три цвета – синий, красный, а также зеленый. В медицине это явление называется трихроматическим восприятием. В зависимости от того, сколько и каких цветов воспринимает сетчатка глаза, можно выделить несколько разновидностей амблиопии. Всего человеческий глаз различает три основных цвета, однако видеть картинку во всем цветовом многообразии помогает нам мозг, который обрабатывает сигнал, передаваемый ему по зрительному нерву. Есть два типа дальтонизма. Монохромазия – это цветовая слепота, когда глаз воспринимает только один основной цвет, то есть отсутствует цветовосприятие. Человек, страдающий монохромазией, различает цвета только по их яркости. Встречается у менее чем 1% дальтоников. И дихромазия, при которой глаз различает два основных цвета, где третий замещается оттенками имеющихся. При этом в рамках этого вида дальтонизм разделяется на подвиды. Протенопия – это отсутствие восприятия красного цвета. Красный заменяется различными оттенками темно-зеленого и темно-коричневого. Зеленый – светло-сером, желтый – светло-коричневым. Остальные цвета имеют незначительные изменения. Дейтеронопия – это отсутствие восприятия зеленого цвета. Все цвета выглядят блеклыми и искаженными, но человек может даже не подозревать о своей патологии. Тританопия – это отсутствие восприятия синего цвета. Все изображения имеют оттенки зеленого и красного. Одним из известных всем этапов определения наличия цветовой слепоты у человека является специальные полихроматические таблицы Рабкиной, Ишихара, Тиллинга или Юстовой. Все они имеют общую суть. Пациенту показывают карточки, на которых изображены цифры или геометрические фигуры различных цветов. При этом карточки в основном состоят из сочетания маленьких кружочков, которые цветовым контрастом вырисовывают изображения. Люди, которые они различают в хотя бы некоторые фигуры, могут являться дальтониками. Кстати, ссылочку на эти таблицы смотрите в описании. Специальные линзы могут помочь людям с красно-зеленым дальтонизмом при ярком освещении. Существует также мобильное приложение, которое могут помочь людям определить цвета. Однако лечению поддаются только приобретенный дальтонизм. Врожденный – нет, так как является наследственной генной мутацией. Для начала необходимо устранить причину, которая спровоцировала развитие цветовой слепоты. Так, при помутнении хрусталика необходимо его заменить на искусственный. При влиянии медикаментов на цветовосприятие отменить препараты и т.д. Ограничения, с которыми может быть связан выбор профессий у дальтоника, очень важны. В первую очередь эти ограничения относятся к профессиям, в которых восприятие цвета является важной частью работы. Например, смешивание цветов. Это химики, картографы, дизайнеры, или в которых восприятие цвета важно для безопасности. Например, пилоты, водители коммерческих транспортных средств. Также нельзя работать дальтоником в медицине или в научных областях, так или иначе связанных с нюансами в цвете. А пока на этом все! Всем хорошего настроения и ярких картинок!